Зелёная красавица 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 сакральными значениями и ассоциировалась в основном с различного рода нечистью, чертями, лешими и прочими обителями дремучих лесов, которые селились в ее ветвях. Слово «ель» вообще образовалось из народного просторечия «йолс», что означало «леший» или «черт». Ель традиционно считалась у славян древом смерти, о чем сохранилось немало свидетельств. Существовал даже мрачный обычай, такой как самоубийц, закапывали между двумя елками. Причем, вот я сейчас не помню, но в какую-то сторону определенной головой. В некоторых местах действовал запрет на посадку ели около дома, чтобы не навлечь беду на главу семейства. До наших дней сохранился ритуал погребальных овенков, сделанных опять же из ели. С конца XIX века мрачный образ ели начал постепенно меняться, совместив в своей семантике два традиционных обряда. Ну, исконно русский, траурную церемонию с венками и празднование Рождества. Существует предание о том, что начало традиции украшать елку положил немецкий реформатор Мартин Лютер. В 1513 году, возвращаясь домой в канун Рождества, Лютер был очарован и восхищен красотой звезд, усыпавших небесный свод так густо, что казалось, будто икроны деревьев искрятся звездочками. Дома он поставил на стол елочку, украсил ее свечами, а наверхушку водрузил звезду в память о звезде Вифлеемской, указавшей путь к пещере, как мы все знаем, где родился Иисус. Известно также, что в XVI веке в Центральной Европе в Рождественскую ночь было принято ставить на середину стола маленькое деревце, правда, из бука, украшенное сваренными в меду маленькими яблочками, сливами, грушами, лесными орехами и прочей вкусняшкой. Вторая половина XVII столетия в немецких, швейцарских домах уже был распространен обычай дополнять украшения рождественской трапезы не только листовинами, но и хвойными растениями. Главное, чтобы они были игрушечной величины. Сначала эти маленькие елочки подвешивали вообще к потолку вместе с конфетами и яблочками. И лишь позже установился обычай наряжать в гостевой комнате одну большую елку. Ну, как, собственно, мы сейчас и делаем. В XVIII-XIX веках традиция украшения елки распространилась не только по всей Германии, но и появилась в Англии, Австрии, Чехии, Голландии, Дании. В Америке, кстати, новогодние елки появились также благодаря немецким эмигрантам. Вначале елки украшали свечами, повторюсь, плодами, сладостями. Впозднее в обычай вошли уже игрушки из воска, ватт, картон, а потом, ну, и стекла. В России традиция украшения новогодней елки появилась благодаря, как известно, Петру Первому. Петр еще в молодые годы, гостивший на Рождество своих немецких друзей, был приятно удивлен. Увидев странное дерево, вроде ель, а вроде и не ель, потому как вместо шишек яблоки, конфеты, будущего царя это позабавило. Став царем, Петр издал указ отмечать Новый год, как в просвещенной Европе, в нем предписывалось по большим и проезжим улицам, знатным людям, и у домов там нарочит духовных, и мирского учина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых. Ну, после смерти Петра указ был подзабыт, а распространенным новогодним атрибутом елка стала лишь веком позже. В 1817 году великий князь Николай Павлович, он женился на прусской принцессе Шарлотте, крещённой в православии под именем Александра, принцесса убедила двор принять обычай украшать новогодний стол букетиками из еловых веток. В 1819 году Николай Павлович по настояльной супруге впервые поставил в Анечковом дворце новогоднюю елку, а в 1852 году в Санкт-Петербурге, в помещении Ксиренинского, ну, ныне Московского вокзала, впервые была наряжена публичная рождественская ель. Так что, в конце концов, ёлка, что такое, убежище для нечистой силы злых духов или просто благословенное дерево? Это уже решение каждого из вас. Ну, к примеру, на моём участке посажено много ели, и свои ёлки я не считаю ни энергетическими вампирами, ни прибежищем злых духов, для меня это лишь вечно зелёное растение, прекрасно украшающий мой сад. На этом я прощаюсь с вами, и на прощание желаю вам мечтать, визуализировать и быть на позитиве. Всегда ваша Абдоленкова Наташа. До новых встреч в эфире!